Это ещё один выпуск по моему твинку. Я говорил, что под прошлым роликом набирается 5к лайков, я открываю сундук. Там уже намного больше, огромное вам спасибо. Надеюсь, вы и здесь поставите свой царский лайк, подпишитесь на канал и проверьте, включён ли у вас колокольчик. Да, я говорю это в каждом видео, но, блин, меня удивляет то, как YouTube просто не уведомляет о некоторых моих стримах, о некоторых моих новых роликах. Пожалуйста, если не хотите пропускать мои стримы, ролики, нажимайте на колокольчик. Вот, лайк, подписка, конечно, по желанию, но я был бы не против, если бы вы оценили ролик лайком. Итак, друзья, значит, я буду открывать вот такой вот набор, это абсолютный, не, сундук абсолютного чемпиона. Раньше он так назывался, сейчас он называется спецпредложение в награду легендарная арена, начальный набор. Неплохой такой начальный набор, 50 эпиков, 250 рарок и 1 лего. Значит, я здесь 100% получу профит только от того, что 100 тысяч золота мне на баланс зачислится. Ну, а эпики, рарки и леги, это такой рандом, не знаю, повезёт ли мне. Я очень бы был рад, если бы палач выпал, прям, ну, пипец как рад. Короче, что ж, поехали открывать, а потом ещё сделаем парочку онлайн каток. Ну что, понеслась, я доначу. 24 бакса. Не удалось купить, сбой подключения к iTunes, как я это ненавижу. Теперь заходим в игру. Что это, не удалось купить, но сундук бесплатно, что ли? Так, ладно, поехали. О, точно, он же драфт, это вообще классно. Так, я забыл, что здесь на выбор карты. Я возьму мини-генераторы, возможно, их буду использовать. Так, господи, 200 штук, вообще ненужного шлака, лучше бы заобдалили. Элитных варваров, как всегда, они любят это делать. Ладно, я возьму пушку. Летучку возьму. Так, эпики. Ох, чёрт возьми. Ладно, возьму принца. Так. Ну почему не то, что я хочу? Слушайте. Трёх мушкетёров, блин, хочется взять. Хочется взять трёх мушкетёров, потому что... Ну, ледяным големом я вряд ли буду пользоваться, вот трёх мушкетёром. Возможно, я их ещё прокачаю. Поехали дальше, пожалуйста. Ну, ну неужели? Неужели мне дали эпическую карту, которой я пользуюсь? Классно. Пеку берём. Ну, конечно, палач был бы получше, но пека тоже сойдёт. Итак. Ой, боже. Шарик. Ладно, возьмём. Или ведьму взять. Не, возьму шарик. Так, тебе без разницы. Без разницы. Леги. Какие же леги? Я, в принципе, не знаю, какие мне леги нужны. Громовержец, либо... Ну, возьму громовержец на второй уровень гром. Ах, аж 20! Вау, просто капец, охрененно. Блин. Целых 2 грамоверста с сундучка. Капец, просто шикарно. Класс. Слушайте, грома так и хочется использовать. Но его, не знаю, вместо чего можно поставить. Вместо льодиного духа? Ну, тогда пипец, как дорого будет. Вместо элиток? Да, спокойно можно. Ну, хе-хе. Процель проекта играть с элитками. И я вот хочу именно вот в этом плане и дальше и заканчивать проект. Вместо пеки будет трудно. Будет трудно без пеки. Вместо поезона тоже не пойдет. Короче, ладно. Поехали. Попробуем пару онлайн каток провести. Посмотрим, что у нас получится. В принципе, прокачка никак не изменилась. Но сундук... Я свое обещание выполнил. Я его задонатил. Так, поехали. Я не знаю. Возможно и как-то реально сделать так, чтобы шарик не нанес урон по башне. С помощью торнадо доактивировать главное здание. Но я так еще не умею. Поэтому вот так вот. Тычку одну шарик дает. Так, поехали. Так, быстрее, быстрее уничтожай. Тихо, нет? Фух, я думал, ледяной дух прыгнет на одну летучую мышь. Так, валькирию, к сожалению, мы не... Блин, а чем же мне? Ну ладно, попробуем вот так вот. Тыкс. Хорошо. Что она нанес разгон, она нанесла урон. Валькирию уничтожили. Шикарно. Фух, ну по эликсиру я просел немножко. И то, что я палача слил, для меня, конечно, минус. Так как... Сейчас нечем будет контрить шар. Ну понятно, что... Ой, блин. Ладно. Так. Вот так. Так, 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 так. Зап. Зап. Тихо, тихо, тихо. Ух ты! Ноль. Ноль урона. Шикарно. Это при том, что еще ледяной колдун фризил мою башню. То есть там еще замедлял. Как же быть-то, блин, а? Как же быть? Так, ну давайте ледяной дух. Ой, можно было бы ледяного духа нормально кинуть. Так, а что у него с танков есть? Какой-то там юнит, там, гигант, не знаю, голем. Валькирия, то, что у него есть, я уже понял. Так, а что же делать? О, пламенный еще, капец. Так, ну поехали. Пека. Так. Блин. Палач. Ой-ой-ой-ой-ой. На самом деле все плохо. На самом деле все плохо. Попробуем, короче, переманить палача на... Ой. Ледяного. Короче, вы поняли. Пламенного на палача. Так, ладно, все. Сейчас буду, ребята, сосредоточен более на атаке. Слушайте, ну я сейчас шарик пропускаю однозначно просто. Хотя, стоп. Почему пропускаю? Я могу еще успеть прокрутиться до торнадо... А, хотя нет. Уже все. Хотя, стоп. Я, смотрите, не пропускаю шарик. Давай. Да. Получилось. Получилось. Так. Хорошо. Пошел Хок. Пошел Хок. Так. Вот так. А, блин, Хок-то урон нанесет. Ну, немного. Немного урона. Так. Ну, тут однозначно вот так. Блин, вот Пеку, конечно, жалко. Вообще пипец. Не, я тут проиграл однозначно. Шар это для меня боль. Я не могу шар контрить. Мне просто не хватает. Не хватает воздуха. Как видим, что у него слишком много таких карт, которые требуют и палача, и зап. Ну, ладно. С запом тут, в принципе, байта особо нет. Тут чисто реально порешал шарик. Вот, если бы не шарик, конечно, я бы задефался. Надо что-то с этим думать. Ну, тут одно решение. Это только прокачать палача, либо менять полностью деку. Потому что убирать торнадо, палач всегда бессмыслен. Убирать палача, нужен какой-то сплэш юнит. А какой? Палач и колдун. Это два варианта, которые нормально наносят урон. И их будет недостаточно. Надо еще миньонов, либо мегамуху подкидывать, либо еще что-то. Но тут все так уже сложилось, что либо будет дорогая дека, либо не совсем логично. И тут и так, в принципе, не так много логики. Но... Так. Хога мы на главную вышку. Закидываем. Значит, парень играет Хог плюс Инферно. Кстати, обратите внимание, седьмой арарки. Значит, по прокачке я лучше. Поехали. Палач. Я, кстати, под прошлым роликом читал комментарии. Просто сколько экспертов, сколько профессионалов в этой игре. Холдик, да ты лох, да ты неправильно играешь, да ты не умеешь играть. Прям вот... Конечно, с дивана оно лучше видно. Это безусловно. Я знаю, что вы лучше играете меня. Ну, отстаньте от меня. Я играю так, как я умею играть. Не надо меня учить, не надо мне писать, научись играть, либо то, что я не умею играть. То, что я не умею играть, я и без вас знаю. Я играю так, как у меня получается. Поэтому, диванные критики, эксперты, прошу, воздержитесь от ваших злостных комментариев и бомбежа, окей? Так. Тихо, 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 тихо. Поехали. Один мне человек вообще доказывал, что раз я пришел на ютуб снимать рояль, я должен учить людей играть в рояль, а не заниматься херней. Вы поняли? Я должен вас учить играть в рояль. Ой, господи, просто. Так. В принципе, там уже мы вышку добьем поезда. Это хорошо. Самое главное нам сейчас... Ну, тут я, конечно, лидирую за счет того, что прокачан соперник не очень. Фаербол. Просто сливается фаербол. Окей. Я вот сейчас подумаю, что же мне выбросить. Если он поставит инферно, я солью поезда. Нет, он готовится к атаке. Я, короче, элиток наперед, потому что уверен, что хог будет. А нет, смотрите. Обманочка. Хога не выпустил. Ледяного чисто. Опа, палач пошел. Отлично. Так. А что у него и торнадо, и этот, инферно? Охренеть. Так, ладно. Зап. Тут у нас ледяной дух. Тихо, тихо, тихо. Так, хог, сам забирает башню. Изи катка. Так. Выбрасываем элитных варваров. Элитных варваров. Так. Опа. Опа. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Хог. Торнадо он только что потратил, да? Потратил или нет? А, ну, в принципе, зап же мой добил бы. Чего я так переживаю? Вы смотрите, как настойчиво парень дефает. Смотрите, просто. До последнего, до последнего возражается. Либо он, вот принципиально не хочет, чтобы я трешку забрал. Либо он предполагает, что тут еще можно что-то сделать. Не, ну, скорее всего, просто играет. До конца. Не любит сдаваться. Ладно. То, что слили, то и назад вернули. Вот. За слитую катку жду комментариев. Ах, ты ж неправильно играешь. Не умеешь играть. Накал тебя. Я почитаю эти комментарии. Самый тупой, наверное, закреплю. Вот. Не знаю. Я под предыдущим роликом именно так сделал. Если вам интересно, можете там чекнуть. Можем вступить в дискуссию. Вот. Самый нормальный комментарий, естественно, про лайк. Только, пожалуйста, не пишите вот это уже дефолтные, вот эти постоянные одни и те же комментарии. Я первый. Пришел смотреть рекламу XBeta. Тут какие-то онлайн-катки. Холдик, топ-холдик класс, кто не верен тому глаз. Ну, и подобное. Холдик с согрей сердечком, мне холодно там. И подобные комменты там. Короче, придумайте что-то нормальное, креативное. Я самые креативные комментарии постараюсь полайкать, если я их увижу. Если я их не увижу среди вот этого всего, поэтому постарайтесь проявить фантазию. Если вам это, конечно, надо. Если не надо, можете не проявлять ничего. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам удачи. Не болейте, ребята. Всего хорошего. До скорых встреч. Приходите на стримы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok